Это Хейли Окинс. Вы можете подумать, что это пожилая женщина, но ей было лишь 17 лет, когда она умерла от прогерии. Прогерия Хатчессона Гюлфорда – самая тяжелая из болезней преждевременного старения. Она проявляется у маленьких деток, которые обычно не доживают даже до 15 дня рождения. Дебют заболевания происходит в раннем детском возрасте, около 1-2 лет. У пациентов очень характерный внешний вид – это птичье лицо, низкий рост, аллопеция, проблемы с кожей, суставами, зубами, с сердечно-сосудистой системой. Основной причиной смерти является инфаркт миокарда. Прогерия – неизлечимое заболевание, причина которого лежит мутация гена LMNA, кодирующего белок проламин А. В норме этот белок расщепляется до конечных форм, которые уже участвуют в нормальной жизнедеятельности клетки, в частности ядерной мембраны клетки. Но при наличии этой мутации проламин А становится дефектным, и он не расщепляется до конечных форм, которые используются клеткой. И этот белок проламин А, дефектный, накапливается в клетке и мешает ее нормальной работе. Ученые из Соединенных Штатов Америки провели исследование, в ходе которого узнали, что препарат лонофорнип может компенсировать дефектный белок проламин А, что позволяет продлить жизнь больным детям. Если опираться на данные исследования, то по сравнению с пациентами, которые не принимали препарат лонофорнип, пациенты, принимавшие лонофорнип, жили в среднем на 3 месяца дольше, в течение 3 лет лечения, и на 2,5 года дольше, в течение 11 лет наблюдения. Лонофорнип – известный препарат, который используется для борьбы с раком. Он стал первым одобренным препаратом от прогирии Хатчинсона-Гилфорда. Это лекарство не может решить проблемы обычного процесса старения, но что дает возможность детям прожить чуть дольше. Кристина Надышина, Универньюз.